Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем тем, кто проснулся и отмечает свое утро с телеканалом ТДК-42. Время сейчас утреннее, а это значит вы встречаетесь с ведущими Айгуль Туржбаевой и Асиль Рахметовой. В ближайшее время мы покажем, как приготовить сырные печенья, расскажем вам о необыкновенном камне яшма, а также наши детки. Вас разве телят? Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Необходимо заниматься спортом, чтобы сжечь калории или заняться разминкой, которую в свою очередь покажет наша Евгения. Смотрим на экран. Всем доброе утро. Подходите поближе к экрану. Сегодня будет разминка, очень такая релаксирующая, на растяжку. Начнем. Ножки в сторону. В левой руку тянемся к правой ноге. И в другую сторону. Разверните два плеча на правую ножку, делайте глубокий выдох и на выдохе опускаем корпус на ножку. Отдыхаем. Медленно поднимайтесь. Разворачиваем два плеча на другую ножку. Делаем глубокий выдох и на выдохе опускаем. Задержитесь в этом положении несколько секунд. Медленно поднимаемся. Делаем глубокий вдох и на выдохе опускаем корпус точно по центру. За руками вперед. Сделайте глубокий вдох и выдох. Медленно поднимаемся. Ножки вместе. Вдох. На выдохе опускаем корпус на ножки. Вытягиваем спинку, заднюю поверхность бедра, под колено и сухожилие. Почувствуйте приятное вытяжение. Задержитесь несколько секунд. Медленно поднимаемся. Ставим правую ножку за левую. Противоположной рукой медленно разворачиваем корпус. Противоположной рукой медленно разворачиваемся на бедро. Противоположной рукой медленно разворачиваемся на бедро. Делаем глубокий выдох и на выдохе опускаем корпус в нить. Медленно поднимаем корпус. Сгибаем ножку, та, что сзади. Берем ее за носок и тянем к ягодичке. Меняем ножку. Разворачиваемся на бедро. Выдох. И на выдохе корпус опускаем на коврик. Поднимаемся. Сгибаем ножку, та, что сзади. И тянем ее к ягодичке. Ножки в сторону. Потянитесь еще раз вперед. Выдох. Отлично. Делаем глубокий вдох и выдох. Всем удачного дня. Мои детишки, Асиль, просят неоднократно испечь домашнее печенье. Вот думаю, что же испечь. Айгуля, я знаю рецепт простого сырного домашнего печенья. Приятного аппетита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Следующая игра — это небольшой эксперимент с магнитом и монетами. Как его провести, понятно из видео. Обратите внимание, что чем сильнее магнит, тем больше монет получится соединить. Пожалуй, в доме каждой хозяйки найдется рулон фольги. Посмотрите, как быстро и просто можно сделать пауков для игры. Для одного паука вам понадобится 4 полоски фольги, которые нужно свернуть в трубочку и соединить, как показано в видео. Не бойтесь экспериментировать и придумывать игры и игрушки из самых неожиданных материалов. Это прекрасно развивает воображение у детей. Вот думаете ли, как бы приодеть своих детишек стильно к осени в садик? А я знаю, кто поможет тебе справиться с этой проблемой. Наш стилист Алена с имидж-студии. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Алена, и я стилист. Сегодня мы подберем для нашей модели образ. Мы готовимся к нашему фэшн-показу. Итак, давайте посмотрим. Здравствуйте! Здравствуйте! Пойдемте посмотрим для нас образ. Сегодня мы подберем образ. Для вас очень интересный, он светлый. Итак, наша модель готова. Мы подобрали джемпер белого цвета, также юбку персикового цвета и сверху накидка понча. Она теплая, идет искусственный мех светло-серого цвета. Она идет с капюшоном. Также она актуальна сейчас осенью в холодное время года. Всем нашим телезрителям я желаю хорошего настроения. А также с советом обращайтесь к нам в имидж-студию. Всем пока! Вот угадай, что у нас будет в следующем сюжете? Ну, конечно же, детки-конфетки. Смотрим на экран. Пчела, это надо, чтобы, ну, она несет мед, ест его и кормит, чтобы дети надо, чтобы мед нестить. Пчела, она садится на цветочки и берет мед. А еще потом в дерево летит, а потом там делает мед. Мед. Пчела, это такая красивая. Красивая всегда такая пчела. Муха. Надевает мед. Пчела, это такая муха. Пьется, пьет, валит и заят. Буквально на днях Айгуля встретила свою знакомую за чашечкой кофе. Она мне рассказала о необычайном камне яшма. Интересно. Отсели, обязательно его приобрету. А вот более подробнее о камне вы можете посмотреть в следующем сюжете. Яшма относится к числу самых известных и самых распространенных самоцветов на Земле. Благодаря своим физическим свойствам, разнообразию цвета, текстуры и рисунка, камень яшма активно используется человечеством в качестве декоративного и поделочного материала не одну тысячу лет. Определение яшмы включает в себя не один камень, а целый класс минералов, кремнистой породы, содержащий значительное количество различных примесей, определяющих многообразие окраски и текстуры яшм. Цветовая гамма яшм действительно впечатляет. Яшме издавна приписывали многочисленные лечебные свойства, использовали для исцеления от различных недугов. Об этом свидетельствуют труды таких древних врачевателей, как Гиппократ и Авиценна. Много веков подряд литотерапевты разных стран применяли яшму для лечения болезней почек, лихорадки, эпилепсии, глазных болезней, зубной боли, заболеваний женских половых органов, болезней мочевого пузыря, психических заболеваний считается полезной яшма и для улучшения памяти, избавления от бессонницы, концентрации внимания. По даосским представлениям, яшма является камнем жизни, так как она способна укрепить физическое тело своего владельца и продлить его жизнь. Яшма с древнейших времен использовалась магами и колдунами для различных магических обрядов. Для этой цели из нее изготавливали особые инструменты, специальные посуды, чаши и вазы. Ей приписывали различные волшебные свойства, в том числе способность оберегать жилища от недобрых глаз, носить в дом гармонию и мир, защищать от нападения агрессивных животных. По этой причине из яшмы в разных странах изготавливались обереги и талисманы. В этом году урожай фруктов и ягод, а именно выдалось очень много винограда. В несомненном винограде содержится очень много витаминов, а следующий сюжет более подробнее расскажет нам об этом. Внимание на экран. Виноград – давний спутник человека. Люди пьют свежий сок, сушат ягоды, изготавливают вины из сочных кисло-сладких ягод. Врачеватели Древней Греции назначали для ускорения обмена веществ и лечения горла свежий виноград. Полезные свойства и противопоказания к применению ягод были им хорошо известны. По своим полезным вкусовым и диетическим признакам, виноградный сок – один из самых ценных. Его отличает большое содержание биологически активных веществ и витаминов. Чем богат виноград? Полезные свойства и противопоказания винограда обусловлены его сложным химическим составом. Прежде всего, надо отметить сок. В нем содержится до 80% воды, насыщенной кислотами, минералами и витаминами. Он отлично освежает и обладает тонизирующим действием. К тому же сок питателен. Эти вещества, попадая в человеческий организм, превращаются в глюкозу и служат отличным источником углеводов. Сок винограда – мощный антиоксидант, защищающий от преждевременного старения. Он лечит анемию и мигрень, выступает как патогонные и мочегонные средства. Что полезно в винограде? Помимо сока и нежной мякоть виноградной кожицы, в ней есть воск, этин, пектины, эфирные масла, дубильные красящие вещества. Особенно полезна кожура красных сортов винограда. Она содержит фитоалексин, респератрол, способный защитить от болезней, связанных со старением и обладающей противовоспалительными и противоопухливыми свойствами. Виноградные косточки тоже нельзя оставить без внимания. Хотя виноградная лоза возделывается человеком более тысячи лет, масло из косточек стали получать относительно недавно. Оно употребляется не только в пище, фармацевты используют его для изготовления препаратов, помогающих поддерживать здоровье сердца и сосудов и противоаллергенных препаратов. Косточки содержат проантоцианидины, кверцетин и кахетины – мощнейшие антиоксиданты, многократно превосходящие по своим свойствам витамин Е. Помимо широко известного лечения виноградом ампелотерапия, в винодельческих районах применяется в отдельное направление – энотерапия, лечение натуральными винами. Главная сила такого лечения – не градус, а сам виноград. Но сдержаться от его употребления следует людям с тяжелой формой туберкулеза, заболеванием слизистой оболочки рта, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Склонностью к диарее нельзя есть виноград диабетикам и людям, желающим похудеть. А в целом ешьте виноград на здоровье. Мы часто пользуемся феном, плойкой, что приводит к сухости и ломкости волос, айгуль. А вот чтобы волосы были сияющими, густыми и никогда не пересыхали, профессионалы с Центра эстетики омоложения Мерлин подготовили несколько советов. Если вы устали искать рецепты эффективных масок для волос, которые приведут чувство вашей волосы, то пора принимать радикальные меры. Вы слышали об экранировании волос? Проделав данные процедуры, вы получите эффект, как у голливудских звезд. Женщины по всему миру обеспечивают своим прядям лечебный ход благодаря экранированию. Эта лечебная процедура благодаря активным компонентам проникает внутрь поврежденных кутиков. Преимущества экранирования. Процедура оказывает питание изнутри на клеточном уровне, а не дает обычный косметологический эффект. Вы исцеляете сухие, ломкие волосы. После экранирования проблемы секущихся кончиков вас не побеспокоят. Благодаря внутреннему воздействию экранирования волосы становится более объемнее в полтора раза. Волосы легко расчесать и уложить. Защитная пленка защищает волосы от агрессивных факторов, такие как солнце, пыль, механические, химические повреждения. Полезные компоненты накапливаются в клетках волос, поэтому с каждой новой процедурой экранирования эффект держится дольше, имеет приятный запах. В Центре эстетики омоложения Мерлил используют в работе только профессиональные средства по экранированию, известные на мировом уровне, которые прошли международные сертификации и завоевали множество наград. Мы находимся по адресу ТРЦ Сити Центр, первый этаж, звоните и записывайтесь по телефону 30 10 10 или 8778 951 69 75. А мы напоминаем вам в свою очередь о том, дорогие телезрители, что все сюжеты «Доброго утра» вы сможете посмотреть на сайте телеканала ТДК-42. А что конкретно ожидает вас по знакам зодиака, вы сможете посмотреть в нашем гороскопе. А мы желаем вам продуктивного, легкого дня. Творите добро, а эфир телеканала ТДК-42 продолжит наши коллеги. До завтра. Овен Овнам в этот день с самого утра следует придерживаться четкого плана действий, иначе существует риск того, что вас вовлекут в разногласия и споры, к которым вы не имеете никакого отношения. Чью бы позицию в этих конфликтах вы не приняли, не позволяйте себе принимать все это близко к сердцу. В противном случае вы сегодня вряд ли сможете завершить намеченные дела. Телец Телецам придется уделить пристальное внимание финансовой стороне жизни. В обсуждении материальных вопросов с домочадцами постарайтесь адекватно воспринять чужую точку зрения. Пусть даже она и будет отличаться от ваших взглядов. Если вам ранее было доверено расходование чужих денежных средств, то в этот день с вас могут потребовать отчет об их использовании. Близнецы Близнецам в этот день придется очень нелегко, так как он омрачится семейными конфликтами и разногласиями. На рабочем месте вас ожидает напряженная борьба за звание лидера. Хорошее настроение вам обеспечит неожиданная встреча с приятелями, а также поиск новой информации, в том числе и по профессиональным вопросам. Рак Раки могут испытать резкое ухудшение общего самочувствия или почувствовать симптомы обострения хронической болезни. Причиной этому может стать напряженная рабочая атмосфера, а также нарушение привычного режима жизни. Попробуйте нормализовать ситуацию, а также избавиться от скрытых сомнений и страхов. И все ваши симптомы как рукой снимет. Лев Левам придется столкнуться с противостоянием их интересам, взглядом и действием. Попробуйте спокойно и аргументированно убедить оппонента в своей правоте. В противном случае ваши отступления могут принять за признак слабости. Дева Во всех конфликтах между родственниками девы займут нейтральную позицию, не принимая ничью сторону. Тем не менее, если кто-то попробует покуситься на ваши взгляды и убеждения, то вы дадите ему достойный отпор. Это удачный день для достижения своих целей. Вы будете целеустремлены, уверены в себе и решительны, как никогда. Весы Вам в этот день грозят долгие споры и бурные дискуссии со второй половинкой, лучшим другом или другим близким человеком. Будьте осторожны в высказываниях, так как необдуманной фразой вы сможете нанести собеседнику непоправимую обиду. Скорпион Скорпионов ожидает беспокойство, связанное с творчеством, ребенком или любимым хобби. Гоните прочь все неясные догадки и заглушайте слабый голос интуиции. В этот день стоит довериться только очевидным фактам. Звезды предупреждают о возможности неприятного разговора с ребенком или любимым человеком. Стрелец В домашней жизни стрельцов возможны крупные перемены, которые повлияют на ваше настроение и самочувствие. Если вы хотите избежать разногласий, то наилучшим выходом из ситуации станет смирение. В противном случае вам придется отстаивать свою точку зрения. В затяжных конфликтах с родственниками и далеко не факт, что это противостояние завершится вашей победой. Козерог Козерогам предстоит обсуждение жизненно важных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью или личной жизнью. Преследуя свои цели, старайтесь контролировать себя в диалогах. При малейшем проявлении агрессии или давлении с вашей стороны, ваш собеседник будет вынужден перейти к обороне. Водолей Возможны конфликты с сотрудниками, начальством и партнерами. Звезды сулят обострение проблем со здоровьем, а потому рекомендуется проявить осторожность в этом вопросе. Рыбы Рыбам придется распрощаться со своим легкомыслием и максимально сосредоточиться на выполнении рабочих обязанностей. Не исключена возможность возникновения конфликтов с окружающими людьми на материальной или профессиональной почве. Для преодоления конкурентов вам, возможно, придется прибегнуть к помощи покровителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова